здравствуйте мои дорогие зрители с вами школа рукоделия и я вика сегодня мы вяжем вот такую вот шапку шлем для деток не знает шлем ее назвать или как ее назвать шапка с ушками кошечка с бантиком типа типа хеллоу китти можно без бантика это я так это у меня попытка украсить шапочку вот такой вот бантик как идея кином помогается пряжа около 100 граммов у меня 600 метров 100 граммах я ее смотала три сложения привязки на пряжу не будет никакой поэтому не озвучиваю никакую пряжу вы можете там какие у вас остатки пуха ангуры шерсти все использовать то есть любую пряжу вы можете использовать нам нужны по сути две мерки вот окружность головы на моем манекене это 40 сантиметров и высота всего изделия которую мы меряем от макушки вот так вот донизу у меня это до плеча 23 сантиметра плюс еще пару сантиметров два три вы можете даже пять добавить может чтобы там с отворотом было это уже на ваша уже когда будет готова и я вам покажу как бы вариации я же добавляем 23 у меня сантиметра я добавляю 2 и у меня будет длина 25 сантиметров то есть ширина изделия у нас должна быть 25 сантиметров вот они здесь 25 сантиметров у меня это 54 петли для моего размера и для моей для толщины нити в 200 метров 100 граммах вот как же вам как рассчитать вам количество ваше нужное количество петель в описании под видео я дам ссылку на видео как это быстро сделать как это все просто рассчитать кто не я набрала свои 54 петли и вязала лицевыми петлями кромочная петля тоже лицевая вот видите край у нас вот такой вот зубчатый вот далее сколько же вязать берем вот это вот число окружность головы делим его на 3 сантиметра на 3 так как у нас три не делится да у нас 13 от 1 остается 1 мы в расчет не берем берем только целое число значит 13 сантиметров это значит что каждая вот тут у нас деталь будет состоять вот так вот из трех частей каждая из которых будет 13 сантиметров две сплошные части и 1 с отверстием каждая из них по 13 сантиметров у вас будет свое число то есть свое окружную голову поделите на три части основываясь на эти размеры будете вязать и так я провязала 13 сантиметров у меня 54 петли я их делю пополам это 27 петель провязываю 27 петель 26 27 вот эти петли я пока убираю и вязать буду только эту сторону то есть отдельно одну и вторую по 13 сантиметров лучше всего конечно измерить вот эту часть вернее измерить посчитать сколько здесь рядов и столько же рядов провязать здесь и здесь отдельно в каждой детали то есть посредине она у нас разделена смотрите я провязала обе части отдельно вот 12 52 ряда здесь и 52 ряда здесь вот по 52 и теперь я соединяю все вот это вязание опять в цельный кусок и вяжу дальше еще 52 ряда как быть цельного куска результате у нас получается вот такой вот прямоугольник который длиной у нас он 39 сантиметров 13 сантиметра это часть 13 это и 13 это вот теперь мы будем его сшивать и так девчонки сборка для начала с изнаночной стороны где где допустим я допустим на узелки оставляю на одной стороне да и считаю ее изнаночной вот эти нити которые у нас обрезали и привязывали для разделения вот это я вот так вот просто затянул выведу их туда вовнутрь чтобы никаких хвостов не выглядывал а значит здесь вот я оставила одну нить длине при закрытии петель вот и одну отделила я уже закрывала двумя не в три сложения а в два чтобы уменьшить как бы уменьшить плотность этого края и теперь я еще раз с лицевой стороны лицевой стороной вовнутрь складываем и сшиваю вот эту вот часть вот здесь вот просто сшиваем до конца так вот я сшила теперь так видно да понятно теперь складываем таким вот образом раскладываем эту деталь вот и чтобы у нас здесь и здесь было родномерное как бы расстояние и вот этот вот шов был посредине этой детали и сшиваем верху вот сшиваем вот эту вот часть до конца вот такая вот конструкция на данном этапе у нас и ее мы теперь выворачиваем на лицевую сторону хорошенечко теперь нам нужно сделать ушки можете померить на ребенке можете визуально так как-то вот отшить просто вот эти вот углы для этого я ввожу сейчас я скажу вам примерно сантиметр сантиметра сколько я отступаю от края вот давайте ориентировать на пять сантиметров видите я на это и буду как бы ориентироваться вот здесь вот тоже отмеляем 5 сантиметров можете пометить булавочкой старайтесь его не расплющивать а наоборот вот так вот собрать как бы в кучку немножечко стянуть сейчас я вам покажу я прошла видите один раз теперь второй раз в котором я маленько стяну вот видите вот так вот чтобы было не вот такое расплющенное ухо а именно собрано в кучку такое ушко такое аккуратненькое симпатичное ушко кошачье вот так вот эти оттянуть сделать узелок зафиксировать здесь один и теперь на изнаночную сторону выведу и сделаем узел на изнаночной стороне и точно так же второе ушко пять сантиметров ориентируемся по пяти сантиметров первый как бы ряд а во втором ряду большими стежками просто его стягиваем вот и теперь девчонки нам нужно нарисовать личико кошечки значит я прям возьму вот так вот фломастером легонечко нарисую потому что чтобы хотя бы глазки были симметричны глазик глазик носик и вот так вот вот больше рисовать не буду значит что можно из фетра можно попробовать сделать но я буду вышивать я сделала решила сделать коричневой нитью чтобы не черная не была такая очень выразительная вот я сделаю коричневой вышивать я не умею должна сказать можно сделать из фетра я сейчас проговорю вот можно сделать глазки пуговкой в общем девчонки делайте так как кому удобно урааааааааааааа получает так круглый глазик я сама в это не верила так теперь носик и ротик носик такой попробуем сделать кошачье сердечко вот такая кисюлька можно сделать и реснички еще если хотите усики вышить это уже на ваше усмотрение вот я оставлю так сейчас одену такая у нас шапочка что хотела еще сказать вот здесь у нас получается как снут и одновременно шапка то есть здесь все закрыто вот что хотела сказать можете сделать поменьше побольше здесь отворотик вот здесь здесь поднять опустить и что можно еще связать внутреннюю шапочку здесь подшить чтобы вот этот верх был двойной а сам снудик был одинарный вот девчонки на сегодня все вот такое вот у нас видео зимние кошачьи все с вами была Вика и школа рукоделия всем пока пока еще хотела девчонки показать вот я сделала бантик 20 теперь набрала и провязала раз два 20 рядов лицевой гладью это просто так как идея оформления сделать хеллоу кити из этой шапки и так ее сюда приделать вот и будет вот такая вот хеллоу кити уже лучше уже веселее мне нравится больше вот так вот как вам девчонки видно вам только вот вам покажу вот я думаю так симпатичнее правда бантиком хеллоу кити ну все девчонки на сегодня все с вами была Вика и школа рукоделия всем пока-пока он Продолжение следует...